Привет, друзья! Какой праздничный стол без рыбы? И рыбу порой хочется какую-нибудь необычную. А если нет необычной рыбы, то надо из обычной рыбы сделать необычную рыбу. И сегодня я предлагаю вам рецепт, именно такой рецепт, ядреной селедочки. На одну селедку возьмем одну головку лука большого и порежем полукольцами. Добавим к луку пол столовой ложки сахара, столовую ложку как минимум яблочного уксуса, а то можете и побольше. И зальем все это кипяченой водичкой, горяченькой. Перемешаем. И как вы уже догадались, таким образом у нас лук будет мариноваться. Оставим его на полчасика. А тем временем займемся чем? Самым вкусным селедочкой. Нарежем ее тоненькими ломтиками. Готовую соленую селедку, филе, мы нарезаем тонкими ломтиками. А теперь готовим маринад именно для селедки. Берем 4 зубчика чеснока. Измельчаем его, конечно же. К чесноку добавляем немножко растительного масла и красного жгучего перца. Со жгучим перцем. Все индивидуально. Если у кого-то он такой прям вот ядреный-ядреный, добавьте немножко. У кого пославше, конечно, побольше добавьте, но должно так острить хорошо. В общем, перемешали эту заправочку. Берем контейнер. На дно укладываем слой лука. Затем слой селедки. Снова слой лука. И заливаем все это маслицем. Закрываем контейнер крышкой. Вот так вот аккуратно поворачивали рыбку. И поставили в холодильник на пару часиков. Можете на ночь. Можете периодически подходить и ее так помешивать. Потом достаем и попробуем. Мне не терпится, мне просто не терпится попробовать такую ядреную селедочку. Выложу я ее, конечно, в положенную посуду. Вместе с лучком. О-хо. Кажется, мне 50 грамм чего-то не хватает. Слушайте, так крепенько. Прям вот крепенько, подкрепенько должно быть. Кто любит понежней, ешьте просто соленую селедку. Кому хочется вот прям вот так вот по-взрослому, делайте так. Ставим лайки, подписываемся на канал. И пока.